Внимательно, да? Ребята из 15-й школы регулярно ходят в зимние походы, взбираются на скалы. Учатся этому в спортивном зале школы. Здесь построен скалодром. В Благовещенске такой один. Потому что тут интересно, можно лазить по веревкам, ходить в какие-то интересные походы. Просто увидели, я еще два года назад увидела объявление, захотелось ходить. Не было возможности, а в этом году стала возможность такая. У меня был выбор, я решила пойти с сестрой. Третий год в школе работает спортивная секция рукопашного боя. На занятиях почти военная дисциплина. Преподаватель из кадетской школы. Сама ситуация, сама жизнь заставила изучать, искать какие-то новые выходы, виды спорта, для того, чтобы заинтересовать молодежь. Ну и сама армейская жизнь подсказала этот выход. Рукопашный бой. В стенах школы интеллектуальные системы и технологии. Умная столовая. Для учеников и их родителей в фойе школы установили справочный терминал. Узнать здесь можно все. От расписания уроков до оценок ребят. Питаются ученики школы в новой столовой. После уроков занимаются в кружке робототехники. Учатся в умных классах. Все точки школы заведены в локальную сеть. Не пользуясь никакими дополнительными источниками, бумажными, журналом, социальной картой, да, вот у нас есть, можно открыть и все в одном месте, все это найти. Найти любую информацию, воспользоваться ей, передать ее на уровне школы. С 1 февраля в Преамуре началась запись в первый класс. По оценкам сотрудников администрации, в этом году школьников будет больше обычного. Каждое учебное заведение заманивает ребят по-своему. Как это делают в каждой школе, оценили городские чиновники во главе с мэром областного центра. Фактически все школы города Благовещенске интересны по-своему. Вот сегодня мы проехали уже ряд школ. У нас 11-я школа стала лицеем. Мы были в 25-й школе, которая свои проекты интересные реализует. Раньше мы были в 6-й школе, в 16-й, в 13-й, во 2-й школе. То есть у каждой школы есть то, чего нет у другой школы. Как говорят чиновники, бюджет Благовещенска социально ориентирован. Важно, насколько эффективно средства реализуются в сфере образования. Проверить сотрудники администрации планируют и остальные учебные заведения областной столицы. Денис Сверденко, Роман Юдаков, Первообластной.